Сегодня Президиум Генсовета Единой России утвердил 11 кандидатур на должности исполняющих полномочия секретарей региональных отделений. В Чувашии это Алена Аршинова, депутат Государственной Думы России. Теперь им всем предстоит избраться на региональных партийных конференциях. Сегодня Олег Николаев провел ряд рабочих встреч. На повестке самые актуальные темы. В республике идет работа над очень важным документом. Вносятся коррективы в индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашии. В его разработке участвуют органы власти, члены Высшего экономического совета, представители общественности. Помощь оказывает и Международный центр развития регионов. Его генеральный директор Игорь Меломет разработал более 20 подобных региональных программ. Естественно, что внесению изменений предшествовало знакомство с промышленными и сельскохозяйственными предприятиями региона. Для меня большое впечатление произвели два сельскохозяйственных предприятия, на которых мы были. Это самые современные технологии. Я по стране много езжу, но всегда хожу по предприятиям. Я прямо скажу, я не ожидал, что в республике есть такого рода предприятие. Потому что это действительно самый современный уровень. Наша задача, которую поставил Олег Алексеевич, что нам надо перестать там числиться среди отстающих и максимально ускорять развитие республики, выходить на оборот число передовых субъектов федерации. Значит, будем над этим работать все вместе, единым коллективом. Ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в готовящийся документ. Там будут прописаны конкретные меры для различных предприятий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Речь будет идти о том, чтобы мы посмотрели, прежде всего, на импортную составляющую. И через это сделать какие-то, может быть, варианты наших действий в двух направлениях. Прежде всего, это возможность развития наших производственных мощностей с тем, чтобы реализовать программу импортозамещения. С другой стороны, организовать наши производственные циклы таким образом, чтобы они в случае проявления новых такого рода явлений могли спокойно функционировать. Другая встреча с генеральным директором холдинговой компании «Акбар» с Иваном Егоровым. В нашем регионе холдингу принадлежит компания «Авангард», одной из крупнейших в агропромышленном комплексе. Предприятие специализируется на животноводстве, растеневодстве. В республике они обрабатывают 10 тысяч гектаров земли и готовы увеличивать площади, отметил генеральный директор «Авангарда» Николай Курчаткин. «Авангард» в Чувашской республике производит около 60% свинины, которые производятся сельхозяйственными предприятиями. Это почти 60%. Когда раньше земли не было, в прошлом году в Чувашии мы произвели 27 тысяч тонн зерна. Это работа. Мы фактически готовы его увеличивать. Для этого есть вся техника. Вся техника. Те земли, которые вокруг нашей или рядом с нашими землями, мы потихонечку их покупаем, участвуем в акционах. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика. Трофимова, Валерий Резюков, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова